Здравствуйте! В эфире Ахтубинск ТВ информационный выпуск программы «Ныне». Коротко о главном. Мечта о голубом топливе становится ближе. В Астраханской области создадут условия для газификации сел Ахтубинского района. Призвание учитель. Ахтубинский педагог стала победителем регионального конкурса. Косаточки 55. Местный танцевальный коллектив отметил юбилей. И обо всем подробнее. Минимальный размер оплаты труда в России вырастет вдвое к 2030 году. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты страны. По поручению президента Владимира Путина, Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТа до 19242 рублей с 1 января следующего года. Отмечается, что это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличивания прожиточного минимума. Планируется, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении вырастет вдвое по сравнению с текущим годом. Подчеркивается также, что на удвоение минимального размера оплаты труда потребуется около 2,5 трлн рублей. По официальной информации, эта мера может сократить уровень бедности и простимулировать экономический рост. Напомним, в настоящий момент минимальный размер оплаты труда составляет 16242 рубля. К другим темам. В Астраханской области создадут условия для газификации 19 населенных пунктов. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий инвестиционного проекта строительства газопровод-отвод Харабали Ахтубинск-2 Ахтубинск-1. Об этом сообщает региональное правительство. Отмечается, что реализация проекта предусмотрена программой развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года и подразумевает создание комплексной газовой инфраструктуры в Харабалинском и Ахтубинском районах. В рамках проекта планируется построить основную нитку газопровода-отвода Харабали Ахтубинск-2 Ахтубинск-1 протяженностью более 179,5 километров, а от него 4 газопровода-отвода с газораспределительными станциями Качковатка, Золотуха, Болхуны, Ахтубинск-2. Сообщается, что новая инфраструктура позволит закольцевать магистральные газопроводы Макат-Северный Кавказ и Ленинск-Знаменск-Ахтубинск, что повысит надежность газоснабжения Ахтубинска, Знаменска и других населенных пунктов на севере Астраханской области. Кроме того, будут созданы условия для газификации 19 населенных пунктов в Харабалинском и Ахтубинском районах. Идем далее. В Ахтубинском районе снизилось число избирателей. Об этом сообщает территориальная избирательная комиссия муниципалитета. Отмечается, что срезы численности населения проводятся дважды в год – 1 января и 1 июля. В настоящее время в Ахтубинском муниципальном районе зарегистрировано 48 144 избирателя. Это на 267 человек меньше, чем по итогам прошлого анализа. Указанные сведения представляют собой данные об общем количестве граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом и зарегистрированных по месту жительства на территории района. Подчеркивается, что на территории города Ахтубинска зарегистрировано 29 568 человек, наделенных правом голосования. Вторым по количеству таких граждан в районе является поселок Верхний Баскунчак с 5 725 жителями. Замыкает тройку крупных муниципалитетов в село Капустин-Яр. Там голосовать имеют право 3492 человека. Переходим к другим темам. Ахтубинские школьники получили паспорта. Торжественное вручение одного из главных документов в жизни подростков прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности в актовом зале районной администрации. Там присутствовали не только сами виновники торжества, их близкие друзья, но также и официальные лица, в их числе глава района Владимир Михет. О том, как это было, расскажем далее. И снова мы в актовом зале районной администрации на мероприятии, посвященном вручению паспортов юным гражданам России. В зале не только именинники мероприятия, но и их родители, друзья, так сказать, группа поддержки. Ребята волнуются, ведь документ этот вручается один раз и, возможно, на всю жизнь. Принимают участие в этой церемонии артисты театра, студии, исполняют роли Петра Первого, других руководителей российского государства. Вопросу паспортизации их граждан, уделявших большое значение. Постоянно на этом мероприятии звучат и стихи Владимира Маяковского. Потому как лучше, чем Владимир Владимирович, никто о рукастом-серпастом российском паспорте не сказал. Лично вручил главные документы России юным гражданам глава районной администрации Владимир Михеев. Конечно же, приятно вручать нашим молодым гражданам паспорта, видеть эти искрящиеся, задорные лица. И хочется пожелать им всего самого доброго, жизнь полную, сложную и, тем не менее, интересную. Праздник, а по-другому это мероприятие, назвать нельзя, прошел на высоком патриотическом уровне. Хочется поздравить всех ребят, которые достигли того периода, когда они получают свой самый главный первый документ. И их родители, которые растили, вкладывали частичку души в каждый шажочек. Это необычное для нас событие, не каждый день это бывает. Поэтому я хочу искренне поздравить с получением паспорта и пожелать всяких творческих успехов своему ребенку, чтобы она гордо носила этот паспорт с собой и чувствовала себя гражданином Российской Федерации. Сегодня я почувствую себя очень взрослым человеком и с гордостью буду носить звание гражданина Российской Федерации. Мне выпала честь побывать на торжественном вручении моему внуку Жею. 14 лет прошло, я не заметила, как он вырос и возмужал. Поздравляю его с этим днем. Мне кажется, что я стал не только взрослее, но и серьезнее. Вот этому доказательству паспорт гражданина Российской Федерации. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Ахтубинский педагог стала победителем профессионального конкурса. Учитель начальных классов Татьяна Юдина завоевала премию в размере 200 тысяч рублей. Подробнее об этом сегодня поговорим с нашей гостьей. Татьяна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, пожалуйста, что это за конкурс такой? Конкурс педагогического мастерства, который проводится в регионах по поручению президента России. И вот он ежегодный, с 2006 года он проводится. В этом году, в год педагога и наставника, он проводился тоже. Скажите, а вот как пришла идея вам принять участие в конкурсе? Что вам для этого было нужно? Идея принять участие, в общем-то, подсказала наш директор Шмагалина Елена Николаевна, потому что она сказала, что у тебя все есть, у тебя все получится. И я сомневалась, конечно, но с поддержки действительно администрации школы я посмотрела и стала собирать портфолио для этого конкурса. А что вот должно было быть в вашем портфолио? В портфолио входило достижение моих учеников, участие в олимпиадах, участие в творческих конкурсах, мои публикации, разработки на сайтах, разработки в СМИ, участие в онлайн-мероприятиях. Ну, то есть это вот то, что наработки моих и моих учеников. Скажите, пожалуйста, вот какие у вас были чувства, ощущения, когда вы готовились к конкурсу? Конечно же, я сомневалась, потому что действительно требования к портфолио очень серьезные. И я, наверное, думаю, что многие поэтому и боятся участвовать в этом конкурсе. Даже, честно говоря, не надеялась, что будет победа какая-то, потому что действительно и соперники, коллеги мои из других школ, они тоже очень сильные педагоги. Ну, получилось. А конкурс, как я понимаю, носил дистанционный характер и нужно было только портфолио? Да, это был дистанционный конкурс. Насколько нам известно, ежегодно принимают около 4 тысяч человек участие в этом конкурсе и в текущем году более тысячи победителей. И вот когда вы стали одной из тех, кто выиграл этот профессиональный конкурс, какие у вас тогда были впечатления? Несколько дней я вообще не верила, что действительно я смогла победить. Конечно же, чувство радости. Я рада, что смогла это сделать и рада, что прозвучало не только мое имя, но и имя нашей школы. Имя моих учеников, конечно же, не звучит, но тем не менее, вы знаете, есть у Андрея Дементьева такие слова. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. И мне повезло, в этом году будет 14 лет, как я работаю в шестой школе. И мне повезло, у меня были очень такие творческие ребята, звездочки. Среди них действительно такие, которые добивались успехов в олимпиадах, конкурсах. И очень такие хорошие родители, которые радеют за успех своих детей. Поэтому мне было действительно радостно, что их клад стал вкладом в мою победу. Большое им огромное спасибо. Спасибо администрации школы, которая действительно заботится об успехах учеников и успехах педагогов. Поэтому это не только моя победа, это победа коллектива. Начальные классы приходят маленькие и действительно смотрят на тебя. И ты становишься их второй мамой. Ты долго отслеживаешь потом их судьбу. Потому что 4 года мы вместе каждый день. Каждый день это и радости, и слезы, и успехи в учебе. И ты пытаешься стать действительно их классной мамой. Найти у них какую-то поддержку. И поддержать детей тоже. Ну, как-то получается. Наверное, вот эти горящие детские глаза, когда они находятся с вами в процессе обучения, это, наверное, лучшая награда для педагога. Да, это самое лучшее. Потому что конкурс – это не самоцель. Это всего лишь подтверждение, что ты все делаешь правильно. То есть это как бы бонус за твою творческую работу. Потому что работа педагога – это все-таки и творческая работа в том числе. И очень сложная работа. Что ж, Татьяна Михайловна, мы поздравляем вас с победой. Желаем вам удачи, конечно же, в дальнейших ваших профессиональных конкурсах и в вашей работе. Спасибо огромное. Продолжаем выпуск. Астраханское художественное училище разработало дизайн Ахтубинского парка. С просьбой оказать содействие в разработке проекта культурно-развлекательного комплекса в части размещения самолета Л-39 в районе водонапорной башни по информации учреждения обратилась администрация города. Сообщается, что по задумке организаторов, проект должен быть нацелен на воспитание военно-патриотических ценностей у подрастающего поколения, увековечивания памяти воинов Российской Федерации, вышедших из стен Ахтубинской кадетской школы-интерната имени Павла Осиповича Сухого. Попробовать свои силы в разработке парковой зоны военно-патриотического комплекса «Полет» заслуженный художник Российской Федерации и преподаватель специальных дисциплин Астраханского художественного училища Александр Петров предложил студентам четвертого курса. Воплотила в жизни и защитила дипломный дизайн-проект для Ахтубинска студентка Ксения Алатырева. Как сообщает художественное училище, дизайн-проект общественной территории мэрия приняла для дальнейшей реализации. И переходим к теме культуры. В Ахтубинске состоялся фестиваль живой музыки. Мероприятие под названием «Стрекоза» было приурочено ко Дню Семьи, Любви и Верности. На площади у районного Дома культуры в этот день выступили Ахтубинские группы, а также специальный гость фестиваля – группа «Инра» из Волжского. Мероприятие поддержал клуб местных байкеров, которые, как сообщает Центр народной культуры, сделали круг почета на танцевальной площадке перед выступлением хедлайнеров. Отмечается, что на праздничном фестивале также работала зона фудкорта, аквагрима и временных татуировок. Фото зона, выставка продажа этностудии «Серафима» и многое другое. В рамках мероприятия подарков от спонсоров была удостойна семья Архиповых, состоящая в браке 49 лет, а также авторы самых оригинальных признаний в любви. Тем временем, накануне праздника в Ахтубинске состоялось еще одно праздничное мероприятие – театрализованный концерт в музыке танца «Есть сказки сюжет». Он был посвящен юбилею народного танцевального коллектива «Косаточка», которому в текущем году исполняется 55 лет. О том, как это было, расскажет наш корреспондент Илона Саакова. Народный танцевальный коллектив «Косаточка» уже более полувека радует жителей города разными танцевальными номерами. Известно, что они ставят национальные танцы, занимаются современной хореографией и, кроме этого, создают яркие театрализованные постановки. И в честь своего юбилея воспитанники коллектива представили целую сказку, которая перенесла зрителей в разные части света. Сюжетные линии показывали присутствующим весь орнамент многонационального народа Ахтубинского района через танцы. Так на концерте были представлены различные направления, в которых работает «Косаточка». Коллектив сначала начинал вообще с бального танца. Потом перешли, начали танцевать казачий танец, ну и разные народности пробовать. Сейчас мы уже дошли до не прям всех народностей, но попробовали много. Это татарский, казахский, азербайджанский, армянский, узбекский, русский, казачий. Руководитель коллектива отмечает, каждый юбилей – это праздник, и они стараются сделать не просто концерт, а создать настоящую сказку. Помогли воплотить идею задуманного и другие творческие коллективы города. Так на юбилейный вечер пришли друзья-косаточки, артисты Народного театра «Эксперимент» и юные актеры театрального коллектива «Сказка». Они внесли свой колорит в спектакли. Стоит выделить и образы артистов. Сценические костюмы, которые дополняют национальные танцы, помогли зрителям вжиться в передаваемую атмосферу танцоров. К слову, все образы для костюмов продумывает руководитель коллектива Наталья Кленина. Мне приходит идея, допустим, ну вот захотела я поставить казахский. Ну нет у нас казахского, да? Вот надо попробовать. Чтобы соответствовать данной национальности, очень много читается литература. Чтобы сохранить орнамент, да, рисунок, цвет. Ну, все вот нюансы в народном танце. В этот день в адрес коллектива прозвучало много теплых слов. Благодарность выразили как руководителю коллектива, так и всем участницам «Косаточки». Словом, на сегодняшний день их состав насчитывает более 30 воспитанников. Никто из артистов не остался незамеченным. Участников всех коллективов наградили благодарственными письмами. Зрители приветствовали любимых артистов после каждого акта громкими аплодисментами. И именно они стали наградой за огромную работу над концертом. Я хочу вообще выразить огромную благодарность. Я с удовольствием хожу на эти концерты. Я очень рад, что у нас существует такой коллектив «Косаточка». Все понравилось, в принципе, все довольно-таки интересно было. Сам сюжет был очень интересный. Спасибо большое за такое потрясающее мероприятие. Танцевальный вечер завершился поздравлениями и объятиями. За 55 лет коллективам были поставлены различные танцы, было создано множество постановок. Они являются многократными победителями региональных, всероссийских и даже международных фестивалей. И, конечно, на этом «Косаточки» не собираются останавливаться. Илона Саакова, Татьяна Дубинина, Анатолий Калинкин. Ахтубинск ТВ. Переходим к другим темам. 9 июля в 43-й раз в России отмечали День рыбака. Это праздник рыболовов-любителей и профессионалов, работников, которые заняты ловлей, разведением и переработкой рыбы. По информации регионального правительства, в этой сфере профессионально трудятся многие жители Астраханской области. Согласно статистике, их число превышает 8 тысяч человек. В их числе и жители Ахтубинского района, которые отмечают, клев лучше не на самой Волге, а на ее притоке, Ахтубе. Зарисовкой о рыбацких буднях Владислав Лихварь. Мужская часть населения, проживающая на берегах Волга Ахтубинской поймы, знает, что каждое второе воскресенье июля праздник День рыбака. Вот такой случился и 9 июля. Как правило, готовятся к нему основательно. И выезжают многие на лодках, машинах за день на свои любимые места. Которых у нас займ еще очень много. Среди жителей города, сел района, которые себя называют настоящими рыбаками, любителями, есть такие, которым все равно где быть. Лишь бы было место с водой. Куда снасть можно забросить? А уж рыбу-то они обязательно поймают. Какую хотят и сколько надо. Чтобы пораньше на реке оказаться, ночевал на сдаче. До рассвета встал и на мурню. Так нашу речку Ахтубу, протекающую у города, испокон веков называют. А на реке я не первый. Петрович уже здесь, Митрич тоже. И Сергей, похоже, с ночи тут рыбачит. Уже удочки упаковал. И в рюкзаке, кажется, больше пяти килограммов есть. Наблюдаю за другими рыбаками. Их немного. Все друг друга знают. За уловистые места не дерутся. Погода прелесть, ветра нет. К тому же вода чуть поднялась. Рыбка в берег с глубины пошла. Там ее и поднимают рыбачки. Время шесть часов. А паром стоит. В этот день, кстати, он по какой-то причине не работал. Не будем откликаться. Жизнь на реке бьет ключом. Рыба плечется. Но это мелочь. Тем, кто на реке, нужно что покруче. Окуня, щуку, судачка, язя. Потому забрасывают снасти раз за разом. Без перерыва. А Сергей уже час назад домой собрался. А уйти никак не может. Вот она какая притягательная рыбалка. Рыбу ловят не только рыбаки. Змеи, полозы. Таскают бычков, ершей. Это их любимое лакомство. А это бакланы. Их еще в нашем регионе называют речными волками. Совсем недавно они буквально забили о реке и озера. Это самые прожорливые из птиц, которые обитают у нас. Поклон на воде сидеть не может больше 20 секунд. А нырнув, появляется на плаву обязательно с рыбой во рту. А в целом праздник на природе удался на славу. Кто на нем был, доволен остался. И в завершении выпуска сегодня вышел в свет новый номер газеты «Ахтубинская правда». Читайте в издании. День поля с картофельным ассортиментом. В Ахтубинском районе прошло крупное сельскохозяйственное мероприятие. За любовь и верность супружеским парам с семейным стажем вручили памятные медали. Косаточки 55. Ахтубинский танцевальный коллектив отметил юбилей. Дела насущные. В Ахтубинском районе проведена замена части водопровода. Категорически нельзя. Администрация Ахтубинска напоминает о запрете купания в фонтанах. Профессия учитель. Ахтубинскому образованию есть кем гордиться. Газета «Ахтубинская правда» рада своим читателям не только на бумажном носителе. Сегодня прочесть все актуальные новости города, района и региона вы также можете в социальных сетях «Одноклассники» ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, а также на сайте издания, которые прямо сейчас вы видите на своих экранах. А у нас на этом все новости. Будьте в курсе событий вместе с Ахтубинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова